На библейский портал XGET поступил вопрос, как не злиться, когда делаю уроки с ребенком. Смотря какие критерии оценки вы ставите перед собой, когда делаете уроки. Если хотите, чтобы он у вас делал уроки на шестерку, вы все равно этого не добьетесь. Вообще о злости в Евангелии есть такая замечательная строчка. Каждый гневающийся на ближнего уже есть человек-убийца. А у любимого Сираха написано, что не может быть оправдан несправедливый гнев. Ибо самое движение гнева есть падение для человека. Конечно, если помогать человеку сделать уроки с точки зрения взрослого человека, все понимающего, ну, наверное, гнев здесь просто неуместен. Гнев неуместен, потому что он не приведет никаким результатом, кроме одной. Будет обида. Я всегда вспоминаю вот эту замечательную бабушку из книжки «Бабушкины стекла». Вот посмотрите, если кто-то не читал эту замечательную сказку, почитайте и посмотрите, как реагировала бабушка на нехорошее поведение девочки. Когда девочка совершала какой-то проступок, бабушка сажала ее на коленки и начинала ей рассказывать какую-то историю, из которой девочка делала собственные выводы. Так вот, любое состояние антагонизма, оно вызывает в оппоненте желание оправдаться. И если даже когда вы ему докажете, что он дурак, он все равно будет внутренне подбирать аргументацию и думать, я не сказал то, я не сказал так, надо было так сказать, надо было это сделать. И в конце концов, когда вы снова выйдете на эту тему, он использует всю аргументацию, которую готовил долгими вечерами и днями, когда находился в состоянии обиды. Если у вас такой задачи перед вами не стоит, то, думаю, объяснять человеку, что он дурак, нет смысла никакого. И если вы не можете объяснить доходчиво какую-то тему, надо посмотреть, почему вы не можете объяснить. Чем это может быть объяснено? Во-первых, если ваш ребенок целый день по вашему же разрешению просидел в планшете и проиграл там, то вы можете быть уверены, что вы ему никогда ничего не объясните, потому что все свободные кластеры его памяти благополучно заняты информацией, и поэтому у него там просто нету пустого пространства. Вы можете на него кричать, топать ногами, хлопать книжкой по столу, там еще какие-то, но вы ничего не сделаете. Место занято. Если он просто капризничает, можно, конечно, найти инструменты, которые дадут возможность управлять этим процессом. Но, опять же, повышение голоса — это не всегда гнев. Я помню, у нас был замечательный профессор, психолог, который держал нас две пары на лекциях, буквально завороженных, и никто у нас на психологии никогда в жизни не спал. И этот профессор в течение всей лекции мог повысить тон, понизить тон, он мог начать разговаривать рифмой, он мог начать двигаться, он мог начать обращаться к конкретному лицу или обращаться ко всем. Он очень часто менял тактику диалога и монолога своего, и настолько захватывающим были эти уроки, что, думаю, каждый из нас помнит это намного больше, чем философия. Но в философии был тоже хороший человек, вернее, хорошая. Она была тоже профессором, но у нее была немножко тактика другая, она монотонно нам пыталась рассказать. И несмотря на то, что я очень люблю философию, я был самый стойкий, который ближайшие 15 минут не засыпал. Ну, так вот, может быть, вам стоит поменять тактику? Тактику донесения информации. Этому тоже можно поучиться. Кстати, на просторах интернета есть всякие возможные способы донесения до детей информации. Но, опять же, чтобы донести ребенку информацию, нужно нести ее на пустое. Святое место пусто не бывает, и пустота всегда заполнится информацией. А если там уже переполненная кастрюлька, то, простите меня, в переполненную кастрюльку вы при всем старании не сможете туда ничего налить. И в этом случае, по-моему, злиться надо в первую очередь на себя. Либо на свою несостоятельность, либо на свои предыдущие какие-то поступки, которые не дали возможности человеку к урокам подойти с пустой головой. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.